Приветствую, дорогие друзья, с вами как всегда я, Шторм. И да, я решил еще начать путь бомжа за 365 дней на родине РП. Не бойтесь, путь бомжа на Аризоне будет идти как и шел, просто теперь буду выпускать для вас еще ролики на родине. Начинаем, конечно же, с регистрации аккаунта, играю я на Приморском округе, при регистрации убираю пункт от друзей и вожу сюда ник Наполеон Шторм. Он даст нам плюс девушки на третьем уровне. Начало первого дня начинается у нас 21 января в 22.04. Беру первый квест у Пивазавра, в котором нам нужно сгонять в мэрию и здесь получить паспорт. Ничего сложного здесь нету. Забираю награду плюс 10 тысяч и одну экспу. В следующем задании Пивазавр отправляет нас на почту, но не за посылочкой, а за работой почтальона. Здесь все просто, нужно перетаскать 6 ящиков, что делается довольно быстро. За что мы получаем плюс 10 косарей. Какой-то паренек кидает мне предложение вступить в семью, ну давайте примем. Вернулся к Пивазавру, забираю у него плюс 2 экспы. И беру следующее задание, для его прохождения мы направляемся в автошколу. В автошколе мы садимся в Шкоду и начинаем ездить по чекпоинтам. Все, плюс права. Также решил еще заодно сдать на мототранспорт. Вернулся к Пивазавру, забираю награду плюс 2 экспы и беру следующее задание. Для его выполнения мы отправляемся на ферму льна и хлопка. Здесь парнишка говорит нам, что нужно добыть 6 льна, беру грабли и быстренько добываю 6 льна. Подбегаю назад к парнишке, он дает нам еще плюс 10 морковки. Ну спасибо. После чего направляемся к шахте. Здесь нас встречает Стэтхэм и говорит, чтобы мы добыли 5 камней. Ну что же, делаем все так же, как на ферме, только теперь мы покупаем кирку и быстренько добываем плюс 5 камней. Сдаю ему работу и получаю от него плюс 50 тысяч и 10 металла. И направляемся на лесопилку. Здесь мужичок говорит, что нам нужно добыть 20 дерева. Ничего сложного нет, а подбегаем к дереву и клацаем на клавишу мыши. Квест выполнен, забираем награду плюс 50 тысяч. И отправляемся к Пивазавру. Получаем у него награду плюс 2 экспы и берем следующее задание, в котором мы отправляемся на центральный рынок, где нам нужно найти верстак. После чего нужно к нему подобраться и здесь скрафтить гитару. Что у нас успешно и получается. Возвращаясь к Пивазавру, забираю награду плюс 2 экспы и 100 тысяч. Мы уже, кстати, с вами вкачали второй уровень. Пивазавр говорит, чтобы мы заработали на гитаре плюс 25 тысяч. Окей. Стою напротив вокзала и играю фонг. Если что, квест считается по минутам. Нужно просто простоять вот так вот 6 минут. Мне кидают предложение вступить в черную кошку, ну давайте примем. Мы с вами уже в банде, ну неплохо. Правда, зарабатывал в банде только 3 тысячи. Даю Пивазавру 25 тысяч, он нам 2 экспы и эффект x4 доната на 24 часа. После чего едем ко второму квестовому персонажу, к Герману. Герман дает нам 10 тысяч и 1 экспу и говорит, чтобы мы устроились на работу автобусника и проехали 2 круга. Забежал в центр занятости и здесь на втором этаже была раздача, забираю плюс 80 тысяч на шару. И устраиваюсь водителем автобуса и беру еще квест на 100чик поинтов в центре занятости. А пока я фармлю, давайте для вас разглянем тысячу, а закоятся абсолютно на любом сервере Родины. Просто если ты уже подписан, то отпишись и подпишись. Если не подписан, то подпишись. Поставь лайк и напиши любой крутой комментарий от 4 слов с тайным словом карамелька. Получил награду за 100чик поинтов, а именно плюс 43 тысячи, 2 экспы и 2 арца премии. Ну неплохо. Какой-то ненормальный начал по мне стрелять, ну капец. Наконец-то доезжаю второй круг и минус квест. Приехал к Герману, забирая награду в плюс 10 тысяч и 1 экспу. Мы с вами уже третий левел, ништяк. И теперь мы можем открывать сундук Пандоры, с него нам дропается плюс бронзовая рулетка. Ну что же, уже начало второго дня нашего пути. Зашел в игру F957, заспавнились мы на респе Банды и здесь мы можем брать авто в автопарке. Приехал на металлоискатель и покупаю самую дешевую лопату и самый дешевый металлоискатель. Ну и погнали искать клад. Да, конечно, это немножко тяжело искать с таким вот металлоискателем клад, но все-таки мне удается найти наш первый клад и смотрим, что нам с него дропнется. А с него нам дропается плюс мото ящик, ящик Марвел, бронза целых 5 штук и крышечки. Ну неплохо. Окей, давайте искать дальше и будем надеяться на такой же крутой дропе. Тут прям рядом у нас находится второй клад, отлично, повезло, так повезло, давайте его добываем. Да, лопата очень долго добывает, но все-таки мы находим клад. Из него нам дропается плюс подарочки, 28 целых штучек, котики 10 штучек, азекоинцы 11 штучек и крышечки Эрколы. Ну неплохо, окей, ищем дальше. Больше, к сожалению, я ничего не нашел. Все выпавшие азешки, давайте перейдем в экспу и мы с вами уже четвертый левел. Думаю, нам нужно купить квартиру, так как спам нашей банды находится в какой-то глуши. Я нашел квартиру, которая была у меня полтора года назад на восточном округе, и здесь она в гости, и стоит всего 600 тысяч. Ну, есть проблемка, у нас сейчас только 507 тысяч. Поэтому приехал на центральный рынок, и сейчас давайте продадим то, что у нас есть в инвентаре. Продаю 2 ларса с премией по 150 тысяч за штуку, это плюс 300 косарей. Вот эти вот новогодние монетки продаю по 4 тысячи за штуку, 2 бронзовые рулетки по 5 тысяч за штуку, ящик Marvel за 61 тысячу, мото-ящик за 100, камень по 5 тысяч за штуку, подарки по 21 тысячи за штуку, бронзу по 4 600 и дерево по 1100. У нас уже есть миллион 700 тысяч, ну неплохо, пацаны, как для второго дня, я думаю. Ну что же, покупаем нашу первую квартиру всего за 600 тысяч, интересно, кто будет моим соседом? Жду вас на Приморском округе, как начать играть, все есть в описании. Квартир всем хватит. Приехал в эконом автосалон, так как теперь нам нужна тачка. Ну здесь пусто, ничего кроме мопеда или фольксвагена нету. Окей, давайте съездим на БУ Автобазар, но здесь с нашим бюджетом даже на вас не хватит. Ладно, вернемся сюда, когда чутка разбогатеем. Приехал в центр занятости, беру квест на автобусника. Пока ехал на аренду автобуса, заметил в чате, что мы можем получить ежедневную награду. Забираю ее, а это плюс 8 экспы. Юзаю, и мы с вами уже достигли пятого уровня, отлично. Арендуя автобусы, начинаю ехать с точек поинтов. Получил награду плюс 43 тысячи, 2 экспы и 2 ларца с премией. Заехал на центральный рынок, покупаю здесь чай для фермы за 75 тысяч. По пути на ферму заскочил в банк и открыл здесь банковский счет. Приехал на ферму, покупаю грабли, юзаю чаек, ну и погнали с вами фармить. С одного куста мы лутаем по плюс 30 льна. Под конец этого пайдэ я заехал снова на металлоискатели и погнали искать клад. Так, наконец-то я нашел кладик, окей, давайте добываем его и смотрим, что здесь у нас. А здесь 2 ящика джентльмена и сертификат на АЗ коинса, именно плюс 8 штучек, ну и крышечки эрколы. Больше, к сожалению, я ничего не смог найти. Прибыл я на центральный рынок, поймал лавку и выставил все, что у меня есть на продажу по вот таким вот ценам. Ну что же, уже на балансе у нас есть 3,9 миллиона, неплохо я так продал и я сейчас умру. Так, быстренько кушаем здесь в ларьке и бегу в 24 на 7 за сигаретками. Покупаю зажигалку и сигаретки, ну и хилимся. Я думаю, что теперь нам должно хватить денег на нормальную машинку. Поэтому приехал на автобазар и давайте сейчас посмотрим, что у нас здесь есть. В наш бюджет здесь мы можем взять либо вот такой вот BMW за 3 миллиона, либо вот такой вот BMW. Блин, за 4,6 не хватает нам взять вот такую вот BMW-шечку, можно было бы взять ее, у нас только 3,9 миллиона. То есть у нас выбор не супер большой, тут либо вот Kia. Но я не хочу брать Kia, я думаю, возьму себе BMW-шечку. Пытаемся сторговаться за 2,7, но походу этот чувачок куда-то отошел, либо он просто меня игнорит, ну ладно. Номера еще здесь 0,08, поэтому я думаю, нужно брать, пацаны. Номера такие блатные. Правда, цвет, пацаны, мне немного не нравится, но ничего, цвет можно перекрасить. Все, покупаю бэху за 3,1 миллион. Заехал сразу на СЗС, купил баллончик с краской, но почему-то баллончик с краской не работал. Напишите в комментариях, почему он не работает. Ну машинка просто бомба. Поехал, припарковал ее на парковке возле нашего дома. Приехал на металлоискатель, но просто не могу не налюбоваться нашей машиночкой. Что же, погнали искать клад. Наконец-то нахожу кладик и давайте посмотрим, что там. Здесь у нас бронзовая рулеточка, ящик джентльмена, золото 2 штуки и крышечки эрколы. Больше, к сожалению, я ничего не нашел. Ну да, это скорее всего из-за того, что нам нужно уже брать немного покруче металлоискатель. Приехал в тюнинг ателье, надеюсь, что здесь смогу покрасить нашу машинку. Да, да, пацаны, ну я думаю покрасить по стариночке в черный цвет. Все-таки это BMW у нас и думаю ему пойдет именно черный цвет. Трачу 100 тысяч на покрасочку, но зато, пацаны, смотрите, какая конфеточка у нас получилась. Я думаю, неплохое начало для первой серии, поэтому если хотите увидеть вторую серию как можно скорее, то прожимайте лайкосики. Ну а с вами был Кайзи Даштором, всем спасибо за просмотр, всем удачки, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok